Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 109. Мы насчитываем Новый Завет. Это издание наше, трехтомник. Каждая книга 752 страницы. Вот как может быть выглядит. Чтобы показать с этой стороны. Это впервые за 2000 лет вышло полное, вместе с откровением, полное толкование Нового Завета. И Гюстава Дарея 230 иллюстраций раскрасили. Выделили места с комментариями на толкование блаженного фефилакта. Считают Никита Колесников. Поехали. Евреям 3.1. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумите посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Толкование. Итак, то есть после того, как я сказал, что таков он первосвященник, верный и милостивый к нашим грехам, и могущий помочь, посмотрите и вы найдете, что это совершенно так. Сказал участники в небесном звании, то есть мы призваны туда, ничего не должны и здесь искать. Там награда, там воздаяние. По причине плоти все уничиженное, как часто говорится. Так апостол говорит потому, что послан к овцам Дома Израилева. Первосвященник исповедания нашего, то есть веры, ибо он первосвященник не подзаконного служения, но нашей веры. Евреям 3.2. Ибо хотя они и были верны, Однако все еще были преданы Моисею, пока уподобляют Господа ему, говоря, что и он верен Отцу, который поставил его первосвященникам и апостолам. Здесь речь не о существе, но о поручительстве. Верен, то есть доброжелательный, предстательствующий за тех, кто принадлежит Отцу, и не допускающий, чтобы они погибли. Напротив, ищущий спасения их. Как и Моисей во всем доме его, то есть в народе, домом называет народ, как и мы обыкновенно говорим, ибо и Моисеевым назывался народ, как, например, развратился народ твой, исход 32.7. Подобно попечителю, говорит, и распорядителю в доме был Моисей в народе. Евреям 3. Ишь, поясняет. Говорится, дом, а надо понимать народ. Это совершенно, кажется, ну дом-то дом, а это весь народ под словом дом понимается. Почему? Нужно толкование. А я буду понимать так, ну, упертость, упертость, ни один в рай не войдет. Это не только этого касается, и в других вопросах. Надо внимательно смотреть, что говорит Писание, почему его исследовать надо. Всей жизни не хватит. Глубины до конца проникнуть не хватит. Но для спасения вполне достаточно одного часа. Что понял, смиренно сказал, да и аминь. У ног Христа мы сидим. Евреям 3.3.4. Ибо он достоин тем больше славы пред Моисеем, что большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Толкование. Вот и здесь превосходство, которое имеет Господь пред Моисеем. Говорит, что и тот был верен во всем доме, то есть в народе. Однако и он был один из этого дома, и он был человеком, как прочие. Хотя и святым, но был рабом вместе с ними. Так же, как и попечители в домах, хотя они и превосходят остальных, однако они слуги вместе с другими. Посему, так как и он был частью дома, то и он был создан кем-нибудь, и создавший его, несомненно превосходит его. А создал его Сын Божий, принявший плоть и номиновавшийся первосвященником ради него. Следовательно, и превосходит. Смотри, как апостол начал сравнение по плоти, а довел до божественности, и показал, что Творец несравненно превосходит тварь. Евреям 3, 5, 6. И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме Его. Дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Вот показывает и другое превосходство. Моисей был верен, как слуга, поставленный для того, чтобы передавать повеление Господне прочим слугам и быть на суде свидетелем пред Богом в том, что им сказано. Ибо если небо и землю призывают вас свидетели, как, например, «Внимай небо и слушай земля», авторозакония 32, 1, сравните с Саи 1, 2. И долины, например, «Слушайте твердые основы земли», Михея 6, 2. «То тем более человека. Христос же верен, как истинный Сын и наследник, исполняющий дела Отца по воле Его. Поистине, несравненное различие между таким Господином и рабом. Дома Моисея был народ, частью которого был и Он Сам. И Христос имеет дом, то есть нас, но если мы устоим до конца и не пойдем. «Здесь побуждает их быть твердыми в несчастьях и не ослабевать духом. Тогда и мы, подобно Моисею, будем домом Божиим». Хвалит их, показывая, что они положили начало тому, что должно продолжать до конца. «Хорошо сказал, дерзновение и упование, которым хвалимся. Ибо всякий, кто твердо надеется, что будет воздаяние, хвалится уже ожидаемым, как настоящим, и не падает духом. Он, напротив, имеет больше уверенности, когда претерпевает несчастье за любимого им Христа». Евреям 3,7,11 «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. «Посему я вознегодовал на он и на роды и сказал, непрестанно заблуждается сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». «Кажется, как много это вознегодовал на этот род, непрестанно заблуждается сердце, надо об этом молиться, а не просто во лжи какой-то плыть. И Бог поклялся, не войдут в покой мой. Господи, ну это же люди, творения, Бог любит всех, вот он, я обман. Не войдут в покой, на этом все. А то Бог ненавидит грех, а грешника любит. А кто это придумал? Сатана. Да кого он? Прямо людям говорит, они о грехах говорят, что грех не войдет. Разгревался, вознегодовал на он и род, вознегодовал на он и род. Нет, он только любит. Премудрый Соломон говорит, Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Достаточно этого один раз. И больше никогда не повторяйте это. Бог грешника любит, а грех ненавидит. Толкование. Сказав о надежде и о том, что с уверенностью нужно ожидать там награды и успокоения от здешних трудов, далее доказывает на основании слов пророка. Верующие войдут в покой, а неверующие не войдут, как не вошли и древние. Ибо после того, как евреи перешли через Черное море и получили в пустыне бесчисленные доказательства Божие, для попечения них и силы, они решились послать соглядатаев, чтобы осмотреть природу земли, в которую намеревались войти. И отправившиеся возвратились с удивлением, говорили о природе той земли и о том, что ее населяют люди непобедимые. И вот народ, которому должно было обратить внимание на непобедимую силу Божию, пораженный этими словами, возроптал и решил, что ему должно возвратиться в Египет. Посему Бог, разгневавшись на то, что он так скоро забыл о стольких чудесах, поклялся, что возроптавший род не войдет в землю обетования. И действительно, весь он погиб в пустыне, кроме халева и Иисуса Новина. Поэтому, если Давид, говоря после этого уже рода, сказал ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, то для того, чтобы вам не потерпеть того же, что и про отцы ваши, и не лишиться покоя, ясно, что он говорил о каком-то другом покое, который вы должны приобрести. Ибо если они действительно достигли покоя, то для чего он говорит, «Ныне не ожесточите сердец ваших, как отцы, чтобы и вам не войти в покой. Какой же это другой покой, как не Царство Небесное, образом которого служит суббота и преобразовательно совершившийся вход в Палестину детей того неуверевшего рода». Вот сколько толкований. Суббота указывала на исход и дальше перекидывается и на царство. А тут написано субботу. «Тебе зачем теперь повторять, так это уже и толкование, все есть». А это без толкования должно быть понятно, если ты верующий. Прямо касается. Какой же другой покой, спрашивают, как не Царство Небесное, образом которого служит суббота и преобразовательно совершившийся вход в Палестину. Стройной накладкой идет. А я прочитал, как говорится, железными мозгами. Да разве можно так? Какая же это вера? Это уж покинутость Божья. Ты должен тихое веяние ветра слышать, а не когда буря идет и ломает все. Ибо три покоя. Время тогда, во времена Давида, была уже занята евреями. Каким же образом Давид стал бы говорить о ней, как еще не приобретенной. Итак, он разумел иной покой, в который Иисус Новин не мог вести в свой народ. Какой же это покой, как не покой на небесах? Поэтому старайтесь, чтобы вам не лишиться его по неверию, подобно нашим праотцам. Таков смысл всего этого весьма многозначительного места. Его должны исследовать по частям. Видите как? Вот о чем говорит, все не узнаешь. По частям написана гора, стена показывает дальше, а это указывало на Агарь. А кто бы это догадался? Это женщина Агарь. Нет, это современный Иерусалим, еще третий переход делает послание Галатам. Вот поэтому надо слушать, что говорят святые отцы. И мгновенно у себя все размощались в голове. Упертый стоит человек, это как, говорит, баран в новые ворота. Такая поговорка есть. А так нельзя. А вообще рождаются секты. Все. В церковь человек вылетел. Ну там написано. Ну написано. Ты дай мне смысл написанного, Златоуст говорит. А не показывай написанное. Написано это легко открыть и прочитать. Но заметь, что не должно от Бога требовать отчета, а должно веровать в Него. Спасает ли он от бедствий или нет? Обвиняет их также в том, что они искушали Его. То есть без испытания не надеялись на Него как всемогущего. Евреям 3.12. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Толкование. Сказано это для устрашения. Вероятно, были некоторые неверующие в истину сказанного о воздаянии, и потому желавшись пытать силу Божию и попечение о них в искушениях, которым они подвергались. Поэтому охраняет их, напоминая о том, что терпели в древности невервавшие. Ибо будущие ужасы не так сдерживают многих, как прошедшие и всем уже известные. Обрати внимание на то, что от неверия всякий переходит к дурным помыслам и к таким же делам. Вот это надо запомнить. Будущее ужас. Вот гиена, огонь. В это не верят. Ну а когда говоришь на это, ты веришь, вот это было? Ну ты веришь, что был 37-й год репрессии? Ну да. Ну где? Такого у нас священника расстреляют. Ну вот это-то помни. А когда говоришь уже под боком Китай, сегодня-завтра он будет здесь. Это все абсолютно говорят, все пророчества говорят. Китай или добровольно, не говорят, добровольно или войной. Добровольно отдать ему. Или воевать за землю будут, но он все равно возьмет ее. Ему жить негде. Ну ты понимаешь, цени вот это вот-то и не мудрствуй. Если об этом говорит не один, два, три, а разные люди говорят, значит где-то оно рядом. Вперед. Евреям 3.13 Ну наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Привезли ко мне священника Клиппенштейн, там Владимир, кажется. Я ему несколько говорил тот, а он мне говорит, капает мне на мозги. У меня. На старой, на Никитиной был тот. Я спросил, это твои слова, да все больше от меня ты слова не увидишь. Он после сколько ни говорил, я не знаю, все больше я с ним не разговаривал. В дальнейшем его ставят епископ Ириней теперь. Где-то там, какой-то, не знаю, это же юрисдикция где-то. Что знает? Ничего не знает. Сколько людей было? Ну люди-то сразу кинулись в храм открытые. Примерно 70 человек было. А сейчас я говорю, сколько? Два человека, два, кто они? Ну один мальчишка, совсем молоденький, лет 16, курит. Ну говорит, я ему плачу деньги за то, что он в колокол колотит. И колотят, всем в окрестностях надоели, как горькая редька. И что? Да вложил туда не один миллион, наверное, что он немец, он сам немец, Клиппельштейн. И поэтому помогала там Германия. И, наконец, патриархия все отняла. Слушать ничего не хотел. Упертый, но только в другом упертый. Один в одном, другой в другом. Результат везде один и тот же. Упертый это не христианин. Христианин, он легко меняет мнение. Я был так научен, а теперь я увидел, все. В один момент сабл перевернул. Вчера гнал, сегодня уже защищает. А нет, я на этом стою. Это говорит о том, что ты мертвый. Поехали. Толкование. То есть назидайте друг друга и подкрепляйте, чтобы не пасть. Если же кто падет, исправляйте его, пока он жив. Это означает выражение, доколе можно говорить ныне, ибо есть надежда. В особенности же, да не будет в ком-нибудь дурного сердца. А если случится, пусть он не впадает в отчаяние. Но утешайте его, и вы снова приобретете его, чтобы от отчаяния не пришел в ожесточение и не остался бы неизлечимым. Ибо как отвердевшие и грубые тела не уступают усилиям врачей, так и ожесточившиеся души не повинуются Слову Божьему. И что-то слышишь это, обольсти, ожесточившись, а не я ли это? Все говорят, один, два, три люди, тысячи, миллионы, миллиарды говорят. Нет, стою на своем. Значит, не записан в книге жизни. А завтра смерть, или сегодня к обеду. Еще я где буду тогда? Даже маленькое замечание сделали. Ты его на заметку несколько раз перепроверь, правильно сказали или неправильно. Даже неправильно, и тогда говорят, поцелуй за намерение. Так. Обольщением грехом называют или обольщение дьявола, то есть, чтобы не надеяться, что будет воздаяние, или беспечность. Значит, два. Что, в первую очередь, обольщение дьявола, то есть, сатана вошел в душу и наворачивает свое. Или беспечность, то есть, а такое, все, трин-трава ему. Два варианта только. Избирай любой, и оба они в погибель идут. Ибо, говорит, если однажды я согрешил, то уже нет у меня никакой надежды. Поистине это греховное обольщение. Грех, обольщая и привлекая к себе, заставляет мыслить так, как сказано. С приходом нечестивого приходит и презрение. Притча 18.3 А кто презирает, тот уже не может веровать. Таким образом, от греха происходит неверие. И говорят, не увидит Господь и не узнает Бога Аковлев. Псалом 93.7 И еще, говорят в сердце своем, ты не взыщешь. Псалом 9.34 И забыл Бог. Псалом 9.32 Что люди говорят, и все написание говорит, какие у людей отговорки бывают. Ну и что, я стоял на этом этапе, буду стоять. Участь такова твоя. Евреям 3.14 Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца толкование. То есть, мы и Он стали одно и настолько сделались причастными Ему, насколько тело в голове. Здесь внушает им надежду, как бы так говоря, тот, который возлюбил нас настолько, что садил даже нас своим телом, не позволит нам отторгнуться от Него, если только мы не желаем. Вместе с этим намекают на то, что сказано в другом месте, если терпим, с Ним и царствовать будем. 2 Тимофея 2.12 Будучи ныне причастниками в том же, в чем и Христос, очевидно в скорбях, постараемся и тогда быть причастниками в Слове. Твердо сохраним до конца, то есть веру, ибо через нее мы существуем и осуществляем божественное и духовное существование и возрождение. И здесь требует твердо стоять в вере до конца. Евреям 3.15 Доколе говорится, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота толкования. Подтверждает, каким образом сказал до конца. И говорит, что это обозначается выражением ныне, ибо ныне значит всегда. Да, как я выше сказал, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, стих 13. Или, что более одобрительно, что сказано у святого Иоанна Златоуста. Апостол делает переход от слов, доколе говорится ныне, когда услышите глаз Его, к следующим. Посему будем опасаться, чтобы когда еще останется обетование, и так далее. Евреям 4.1 Евреям 3.16 Когда остается, не останется. Когда остается обетование, да. Считай правильно. Евреям 3.16 Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем толкование. Услышав, говорит, обетование Божие, да на вам землю ханаанскую. Не поверили и своим неверием прогневали Бога. Смотрите же, и вы не будьте неверующими в обетование. Ибо одно слушание не принесет вам пользы, если вы не будете вместе верить, как и для тех не принесло пользу слушание. Но, напротив, они зато по всей справедливости и погибли, что не поверили словам Божиим. Халев и Иисус Новин не были в числе неверовавших, а потому достигли обетования и пошли в Палестину. Комментарий Игнатия Лапкина. Смерть революции затопил кровью и превратил храмы в обломки. Исследователи находят разные причины этому. Мы же должны сказать, зато по всей справедливости и погибли, что не поверили словам Божиим. Россия потеряла помазанника Божия, и все самое вожделенное потеряло будущее. Идет уничтожение, завершение истории нации. И жалеть Бог запрещает, чтобы не быть проклятым. Это смерть Господень. Метамеч Господень опустошает Россию. Иеремия 48.10. Проклят, кто дело Господнее делает небрежно. И проклят, кто удерживает меч его от крови. Они по всей справедливости и погибли, что не поверили словам Божиим. Евреям 3.17. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Толкование. Заключает свою речь вопросом для большей ясности и меньшего прикословия. Вопросы предлагаются исповедующимся. Предлагает также и наказание. Пали говорит, кости их в пустыне, то есть большие обедренные кости. Через часть указал на целые тела. Евреям 3.18.19. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти в них за неверие. Толкование. Выше сказал, не на согрешивших ли, а теперь непокорных. Кажется, намекает на таких верующих из евреев, потому что многие из них впали и в другие прегрешения, кроме малодушия и неверия в будущее. Из-за этого мы видим, что непокорные не вошли. То есть наказание за грех у нас перед глазами, и всеми оно признано. Евреям 4.1. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Толкование. Здесь возвращение к тому месту, где говорится, ныне, когда услышите глаз его, Евреям 3.7. А далее по порядку. Убоимся, чтобы и с нами не случилось то же. Слово посему поставлено для возобновления речи, прерванное длинным повторением, то есть чтобы как-нибудь не лишиться совершенно возможности войти в этот бетованный покой. Смягчая и ослабляя свою речь, он не сказал, чтобы не опоздал, но чтобы не оказался опоздавшим. Евреям 4.2. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы, словослышанное, но растворенное верою слышавших. С толкованием. И мы получили благовестие относительно будущих благ, как и те прообразовательно о земле обетованной. Но оно будет совершенно бесполезно для нас, если мы также не уверуем и не отложим всякое малодушие, подобно тому, как и тем, вслушание не принесло пользы. Обратив внимание на то, как по отношению к нам назвал дело благовестием, то есть обещанием будущих благ, и при том таких, которые даются в награду за победу, так по отношению к тем он назвал словом слышанным, то есть не соединенных через веру и не согласившиеся с теми, кто слышал, напротив удалившихся от них. Слышавшими называют здесь тех, кто уверовал, ибо они действительно могут называться слышавшими. Святой Иоанн Златоуст под несмешавшимися разумел сторонников Халева и Иисуса Новина, ибо они не приняли участие в восстании, но смешались, не возмутились и не погибли вместе с прочими восставшими, у которых у всех было одно мнение. С кем же это? С теми, которые слышали и не получили никакой пользы, так как этот святой по великой и глубокой своей мудрости мне же недостойному не дал разуметь, в каком смысле сказал это. Это он тебе говорит, Феофилак. А вот я не мог понять этого, не дал мне Господь этого разуметь. А может быть, Златоустик говорит? Евреям 4.3 И входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершенны еще в начале мира. Полкование. Откуда видно, что войдем в покой мы, которые уверовали? Из того, что сказал Бог, что неуверовавшие не войдут. Это становится понятным из противопоставления, когда неуверовавших возмездием за их неверие послужило то, что они не вошли в покой. Так напротив, мы, уверовавшие, получим в награду за свою веру то, что войдем. Евреям 4.4.5 Ибо негде сказано о седьмом дне так. И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь не войдут в покой мы. Толкование. Казалось бы, эта речь несообразна, но на самом деле не так. Она говорит о том, что не может кто-нибудь сказать, что Давид говорил о покое субботнем. Ибо как говорит о нем, когда он был давно, и когда мир с самого начала получил устроение. Ясно, что Давид говорит о каком-то другом покое. Этот покой относится к будущему. Так как, очевидно, должны же кто-нибудь войти после этого. И подобно тому, как суббота в Писании называется покоем, и ничто не препятствовало, чтобы после этого покоем было названо вступление в обетованную землю, так и теперь ничто не препятствует, чтобы после этого древнего покоя был назван и будущий, разумеет, Царство Небесное, в которое не войдут неуверивавшие. Евреям 4.6.8 Итак, как и некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяют некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, ибо если бы Иисус на вин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Толкование 2. Я смотрю на это, представляю, как Павел пишет. Он Писание знал, раввин, ученый, закончил Академию Духовную. И вот теперь он писал письмо к Харлинской церкви, к Кремлинам, все к евреям. А евреи это его любимые, это его сродники по плоти. И он теперь начинает смотреть, покой Бог дает, какой покой. Он не мог обратиться, посмотрю, что Златовус толкует, никого нету, ни одного толкователя. И он теперь заново внутри себя переворачивает все, что ему преподавали. Он у Гамальила сидел, конспекты писал. Я все должен теперь перевернуть. А не так, что уперся и буду стоять на своем. Уперся бы, ничего бы не было. Я просто перехожу туда, к Павлу, и думаю, как он сидел. Вот первый раз к евреям, как их тронуть с сердца, покой обещал, они все на Хананскую землю. А что же теперь? Да Христос дает дайву покой. Какой же другой покой? Ясно, Царство Небесное. А потом и тройной переклад иногда толкования делает. Это какая же у него там работа отошла здесь-то? Это ураган мыслей. И он не боялся полную, абсолютно переформатировать, что у него в голове было. Вот это нам пример. А не так, что деталь какую-то взял, уперся и стою на месте, как баран. Да разве можно так жить? Я вот вхожу в эту ситуацию. Ни одного толкователя нету. Только к Богу, только вопиет. Ну, у Иоанна Затауста был секретарь Прокл. Что? И вот к нему приходит к Затаусту какой-то человек. Разрешить какой-то вопрос. Вопрос помочь, помощи, заступление какого-то где-то. Ну, он говорит, он заходит сейчас. Так. Скважину посмотрел. А у него кто-то есть. Как же я не досмотрел? Наверное, пока печку затоплял, так он в это время кто-то зашел. И что делать? Он говорит, ладно. Сейчас уже никак, в следующий раз. Человек вошел, теперь ждать. Он после этого пойдет на службу. Это все в житиях говорится. На следующий день приходит, ну, сидит, посидел маленько. Ну, сейчас он, говорит, помолился уже. Посмотрел, там опять человек. Как же так, я не досмотрел-то? Я же никуда не отходил. Ну, и когда посетитель ушел, а тогда он зашел на следующее-то утро и говорит, Владыка, а кто у вас вчера был, позавчера, в это время утреннее? Никого не было. Как не было? Я смотрел скважину, а там был. А потом смотрит, у него икона стоит. Апостол Павел. Он говорит, вот этот вот был. И Златоуст понял. Душа Павла рядом с ним и растолковывает его писание. Он как писал, видимо, в это время, он толкование писал над евреем там или гримлянам. Самые трудные два послания. И тогда Златоуст решил ничем больше не заниматься. Писать толкование. Самой Павел, он поясняет мне, вот как смотрели. И Златоуст не знал. А вот нужно, чтобы прокал, увидел, подсказал. И он тогда понял. Видите, сколько наводок-то. А просто мне откровение было. Никакого откровения не было. Я думаю, он стоял. И он говорит, а как он стоял? А он, говорит, через плечо вот так к вам наклонился и что-то говорил. Я подумал, какие близкие отношения у них. Как он близко к вам. А Златоуст говорит, никого у меня тут не было. Ты теперь понял. Павел рядом с ним. Скорее надо успевать писать, пока он не ушел. Вот как надо рассуждать. Радостная, живая, как родник бьет. А никак, уперся, стою на своем. Ничего не докажешь. Тогда бы ничего и не было. Толкования не было. Златоуста не было. И далее. Все, что руками трешь, положил и сразу забыл, где несерьезное отношение к делу. А вот всем этим стараются показать, что Иисус Новин не мог вести в этот покой, на котором речь у Давида и у нас теперь. Так как Новин не ввел, а Давид после столь долгого времени снова говорит, не ожесточите сердец ваших, подобно отцам, которые вследствие неверия не вошли. И дает нам основание от противного заключать, что мы войдем, если уверуем. Очевидно, что это покой будущий, и он ожидает нас. Ибо не о Палестине без сомнения говорил Давид. Они тогда уже владели ею. Также и не о седьмом дне речь. Он был от сотворения мира. Следовательно, существует некоторый третий покой, царство небесное, в который вводит истинный Иисус и вера в него. Кто это понимал до этого? Никто. Он говорит, очевидно, это покой будущий, потому что Палестиной уже владели. А так они шли по пустыне, воевали, Бог дал покой. И они так и понимали. Но теперь он понимает, уже другой этап наступил. Не о Палестине без сомнения говорил Давид. А что, и не о седьмом дне речь. Он был от сотворения мира этот день-то, значит, о другом. То есть, видишь, как постепенно, постепенно толкование вышло на полную. Да Златоуст до конца не знал. А толкование, выложенная феолакта, на 90% брал из-за Ана Златоуста. Все на этом. Халилуя.